Коллеги, теперь рассмотрим основные процедуры торгов Основные процедуры торгов – это аукцион, публичное предложение, торги без объявления цены и конкурс Аукцион – это когда начальная цена фиксирована Нет специальных условий, участвовать может любой Побеждает тот, кто предложит максимальную цену Цена повышается с определенным интервалом Этот интервал называется шаг аукциона Итак, повторим Шаг аукциона – это интервал, на который повышается цена Выражается в рублях или процентах Публичное предложение – это когда начальная цена фиксирована В отличие от аукциона, в публичном предложении торги идут на понижение Минимальная цена также фиксирована Она называется цена отсечения Нет специальных условий, участвовать может любой Побеждает тот, кто предложит максимальную цену Как работает публичное предложение? Есть начальная цена, она снижается шаг за шагом Если появляется один заинтересованный участник, он становится победителем торгов Если появляются два и более заинтересованных участников, между ними начинаются торги на повышение Очень важно при этом, что шаг повышения меньше, чем шаг понижения в два раза То есть на публичном предложении мы сначала снижаемся крупными шагами А когда находится два желающих и более поторговаться, то в этом случае торги начинаются на повышение мелкими шагами Если до цены отсечения не нашлось желающих, торги признаются несостоявшимися Итак, повторим еще раз Шаг понижения – это шаг, на который цена снижается на публичном предложении Шаг аукциона – это интервал, на который повышается цена На публичном предложении шаг аукциона меньше шага понижения в два раза Минимальная цена – цена отсечения Минимальная цена, до которой идут торги Она устанавливается заранее Коллеги, давайте рассмотрим пример Коллеги, мы с вами находимся на сайте торги GoFru Сейчас я вам покажу четыре вида торгов Четыре вида торгов мы с вами можем встретить только в одной секции Это продажи государственного и муниципального имущества Нажимаем в процессе подачи заявок Далее, коллеги, способ приватизации продажи Аукцион, конкурс, продажи без объявления цены, продажи посредством публичного предложения Это мы четыре вида торгов Как вы можете сейчас увидеть, у вас здесь намного больше видов торгов Но в секции приватизация, когда у нас будет данный модуль, мы будем все их разбирать отдельно В данном случае пока нас интересует именно четыре Начнем с аукциона Нажимаем поиск Нажимаем просмотр Итак, коллеги, что мы с вами видим? Продается помещение Мормонская область Город Кировск Улица Комсомольская Что мы здесь с вами видим? Начальная цена продажи имущества Начальная цена продажи имущества 1 458 000 рублей Шаг аукциона 72 000 Размер задатка 291 000 Как вы видите, начальная цена у нас фиксирована То есть именно от этой цены у нас пойдет старт в торгах И цена будет повышаться на шаг аукциона, то есть на 72 900 рублей Победит тот, кто предложит самую максимальную цену за данное имущество Ну, с аукционом на самом-то деле все очень просто Теперь давайте рассмотрим еще один вид торгов Это конкурс Нажимаем в процессе подачи заявок Конкурс Нажимаем поиск Берем первое имущество, которое мы с вами видим Так, что у нас продается Наименование земельный участок площадью 19 соток Категория земли для населенных пунктов в Тамбове Итак, коллеги Начальная цена продажи имущества 420 779 рублей И здесь у нас условия конкурса Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с федеральным законом И желающее приобрести муниципальное имущество, выставляемое на конкурс, в электронной форме Далее претендент Обязано осуществить следующее действие Внести задаток в указанном пункте Настоящем информационном сообщении В установленном порядке подать заявку по утвержденной продавцом форме Для обеспечения доступа к заявке в дальнейшей процедуре конкурса в электронной форме Претенденту необходимо пройти регистрацию на электронной торговой площадке Единая электронная торговая площадка в соответствии с регламентом И здесь у нас для юридических лиц, которые предоставляют документы, какие также здесь мы можем встретить для физических лиц То есть размер задатка, порядок унесения задатка, порядок ознакомления с имуществом, ограничение участия в приватизации Видим информацию о том, что ранее торги не объявлялись Если нам более подробно нужно узнать об этой информации, мы зайдем с вами в документы В данном случае мы видим начальную цену продажи 420 779 рублей Нажимаем документы, нажимаем извещение Далее, коллеги, смотрим сведения Начальная цена продажи 420 779 рублей С учетом НДСа 20%, в том числе здание, земельный участок, сумма задатка Коллеги, здесь, когда мы будем подавать заявку на участие, в данном случае цену мы будем указывать на электронной торговой площадке То есть сначала будут выбирать по документам Если все документы будут поданы в соответствии с перечнем, то в этом случае у нас будут уже в дальнейшем выбирать по цене То есть здесь у нас не будет никакого аукциона То есть мы цену свою ставим при подаче заявки Именно на электронной торговой площадке Далее, назад к торгам Следующее выберем продажи без объявления цены Продажи без объявления цены это то, что у нас стоит 0 рублей Сейчас увидите, что много всего получилось Возьмем первое Нежилое здание общей площадью 689 квадратных метров Свердловской области Нажимаем просмотр Спускаемся немножко вниз Здесь мы видим размер задатка 0 рублей Может быть, может не быть В зависимости от условий организатора торгов Далее, коллеги Мы видим размер задатка И цену мы здесь с вами не видим То есть цены нету Значит, начальная цена и задаток составляет 0 рублей Здесь мы будем подавать заявку на участие И цену писать также на электронной торговой площадке Возвращаемся назад к торгам Далее, продажи посредством публичного предложения Берем первый попавшийся лот Это акционерное общество Российский аукционный дом Далее Срок и место проведения электронной торговой площадки Увидим Спускаемся немножко вниз Что мы здесь видим? Начальная цена продажи имущества 5 587 926 рублей 79 копеек Минимальная цена 2 793 963 39 То есть, смотрите, начальная цена 5 миллионов Примерно 500 тысяч Минимальная цена 5 миллионов 700 То есть, ровно в половину меньше цена То есть, вот это начальная цена Минимальная цена По-другому цена отсечения Это та цена, до которой на публичном предложении Цена будет падать Теперь мы видим шаг понижения 558 792 рубля То есть, говоря простыми словами У нас начинается начальная цена продажи С 5 миллионов 587 тысяч Далее она понижается на сумму 558 792 рубля Понижается, понижается, понижается До минимальной цены 2 миллиона 793 тысяч То есть, меньше этой цены уже не будет Как только два и более участника подтвердили цену На публичном предложении У нас начинается аукцион Как мы видим, шаг аукциона 279 796 034 рубля Давайте еще раз просмотрим Начальная цена Минимальная цена Шаг понижения И шаг аукциона Как вы видите, шаг аукциона В два раза меньше шага понижения И здесь мы можем увидеть размер задатков Следующая процедура торгов Торги без объявления цены Начальная цена не установлена Нет специальных условий Участвовать может любой Побеждает тот, кто предложит максимальную цену Участники подают заявки С указанием своей цены В закрытой форме Конкурс Главный фактор победы В конкурсе это выполнение условий Физические лица Не могут принимать участие в конкурсе Цена может быть менее важна Коллеги, не во всех секциях Есть все виды торгов В секции приватизации Есть аукцион Конкурс Публичное предложение А также торги без объявления цены В секции аренда Есть только аукцион И только конкурс В секции земельные участки Есть аукцион И публичное предложение Продолжение следует... Продолжение следует...